День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Eador Владыки Миров. И это очень-очень интересная игра, которая, к сожалению, страдает от технических проблем. И я перед тем, как отправляться в игру, я хочу просто об этом поговорить сразу же, потому что я хочу предупредить всех, кто покупает, чтобы они хорошо проинформировались. Потому что с моей стороны я вам могу сказать, что у меня игра идет хорошо, она не притормаживает, она мне нравится. Единственное, что у меня было, это когда я хотел сделать случайную карту, то есть сюжет у меня отлично прошел. А вот случайная карта, когда я хотел сделать новый осколок на максимальные настройки, у меня игрушка пару раз упала. Но, скажем так, с тех пор вышел небольшой апдейт, и у меня вроде бы нормально загружались карты. То есть, может быть, они профиксили, может быть, это у меня просто случайно было. Но, 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 очень важно, если у вас слабая график карта, встроенная график карта, пожалуйста, проинформируйтесь на форумах, посмотрите, полазите перед тем, как покупать эту игру. Потому что может быть такое, что она у вас или не пойдет, или пойдет, но с ошибками. Если у вас нормальная график карта, но игра все еще идет с ошибками, пожалуйста, посмотрите. Может быть, стоит поставить апдейт на драйвера, то есть драйвера график карты. Очень-очень важно. Опять же, я это просто так говорю, потому что тут получилось не очень приятно. То есть, человек, который дал мне эту игру, у него куча энтузиазма, он любит первую серию. Он не смог поиграть. Это подписчик с ником Донован, он нам уже давным-давно помогает. Я его очень-очень хорошо знаю. И он, 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 я зашел в нее, я так взялся, класс, класс, это мне нравится, это мне нравится. Он зашел, так сказать, а у тебя с графикой проблем нету. И получилось не очень приятно, потому что я поиграл, не знаю, поиграл ли он, потому что уже было поздно ночью. Мы разошлись, но, да, да, как вы видите, бывает и такое. Поэтому, пожалуйста, проинформируйтесь. Итак, давайте теперь меньше о приятном, больше о приятном. Эта игра мне очень-очень нравится. И знаете, по-моему, это очень высокая похвала, когда я говорю, что эта игра мне напоминает Might and Magic 3. А то есть, герои Might and Magic, шикарная игра. И мы создадим новый осколок. Я не хочу вам спойлерить сюжет, потому что сюжет хороший. При том, что я вам советую проходить сюжет, потому что там у нас находится туториал. У нас нету отдельного туториала. Нас ведут по сюжету как бы туториалом. Но, ну, ну, очень важно. И это мне очень понравилось. Потому что, знаете, когда сюжет и туториал сливаются... Давайте я все-таки создам игру, и мы перестанем сидеть в менюшке. Потому что я знаю, вы на меня орете, когда я сижу долго в менюшке. Но иногда перед тем, как показать вам игру и сказать что-то о игре, хочется сказать побольше, побольше информации. Потому что это всегда интересно. Для меня. Потому что я люблю слушать звук своего голоса. Да. Но, 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 что я хотел сказать. Это то, что очень важно. Даже когда туториал сплетен с сюжетом, эта игра смогла сделать так, чтобы я чувствовал то, что я контролирую. Да, мне идут советы. Мне говорят, что делать, когда делать. Ну, в самом начале, конечно же. Потом мы выбираемся сами. Но, я все еще чувствую, я с самого начала чувствовал, что у меня контроль. У меня контроль над тем, что происходит в игре, что со мной происходит. И это очень-очень важно. Потому что, когда я чувствую, что меня проталкивают по коридору. А то есть, это, например, самый новый, самый новый герой Might and Magic. Там именно это. То есть, меня проталкивают по коридору, в котором я собираю кучу, кучу, кучу войск. И потом бой. Вот. Здесь же это очень хорошо сделано. То есть, я даже... Это настолько тонкая грань между хорошей и плохой игрой, что ее... Я вам, честно, не скажу, что игра делает именно правильно. Но я вам скажу точно то, что она делает. Она делает очень хорошо. И это именно то, что я хочу от этой игры. Потому что, знаете, мы видели уже очень-очень много таких вот стратегий, которые пошаговые, которые у нас... Мы строим город, мы отправляемся по карте. То есть, это есть. Мы это... Люди, которые давно играют, они это знают. Но взявшись за эту игру, мне не стало скучно. Я не начал щелкать... Да, да, да. Это тоже видео. Это... Нет, она меня затянула. Затянула сразу же. Это... Это... Это очень важно. То есть, я вам не скажу, берите на скидке. Я вам... Я вас предупредил насчет проблем с графикой. Я вас предупредил то, что игра может быть иногда забагованной. Это предупредил. Теперь я говорю вам, что она стоит своих денег. Итак, что же мы здесь делаем? У нас, как вы видите, осколок мира. Это... Наш весь мир, он... Он как бы держится на таких осколках. И мы пытаемся стать мастером всех осколков. У нас здесь туман войны, из-за которого мы не видим... У нас почему-то радуга. Я не знаю. У нас, скорее всего, дождик там внизу. Под туманом войны. Это явно облака, а не туман войны. У нас есть наш город. У нас... В нашем городе пока что нету героя. Мы, конечно же, играем каким-то героем в сюжете. Но здесь мы должны нанять героя. Мы здесь считать... Вот здесь вот выбираем, каким героем мы играем. И... Скажем так, здесь мне, например, когда я выбираю здесь, героя, мне дают намного больше информации, чем мне дают во время сюжета. То есть в сюжете мне говорят, что я вырос, я траля-ля. Да, все это происходит в текстовых, скажем так, оповещениях. Но это хорошо написано. Это не скучно читать. И там я просто могу выбрать, что я хочу сделать. Когда как здесь я и вправду могу увидеть, что герой делает. Может быть, я там пропустил это текстовое описание. Но здесь мы можем, как видите, выбирать разных героев. И у них разные вещи. Я попытаюсь поиграть с разведчиком. Потому что у меня такое впечатление, что у него будут дополнительные текстовые вставки. Надеюсь. Надеюсь. Пока что я играл магом и воеводой. Или как он называется? Он командиром. И нет. У меня там не было текстовых вкладок. Хотя я их видел. Они были серыми. Я надеюсь, что вот этот герой у нас сможет поговорить с людьми. Не нападать на них. Итак. Давайте посмотрим. Что мы можем сейчас сделать? У нас, конечно же, есть замок. Но герой это центр игры. Все концентрируется на него. Все дороги, все деньги, все сливается в него, чтобы сделать его мощнее. Чтобы сделать его армией мощнее. Чтобы была возможность захватить весь мир. И этот мир мы можем захватывать. Первое. Это просто, скажем так, разговорами. Потому что у нас здесь очень-очень много текстовых выборов. Мы можем, например, давать кривая тропа. Вольное население. Да. Вот, например, с вольными населениями можно обычно поговорить. Так, давайте, перед тем, как отправляться туда, давайте посмотрим. У меня маловато армии. Но, с другой стороны, по идее, у меня в городе нету строений. Которые давали бы мне армию. Да, да, да. У меня нету. У меня ничего не построено. У меня пустой абсолютно город. И мне нравится. Знаете, это не мощная графика. Это не обалдет. Это не крассис. Хотя, очень странно, что у игры настроек практически столько же, сколько у Крайсиса. Очень много настроек. Я не знаю почему. То есть, единственное, что очень-очень качественно выглядит, скажем так, и вправо впечатляюще, это вода. Все остальное выглядит стильно. Оно мне нравится. Это сказочная графика. Это у игры есть свое настроение. И она это отлично-отлично передает. Да, это не супер-пупер графика. Но это... Оно мне нравится. Это хорошо. Итак, так как у меня нету, так, вообще зданий, которые бы я мог... Так, что я построил? Я пока что не могу строить ничего. Ну, хорошо. Давайте тогда выйдем пока что. Давайте перейдем нашим героям вот сюда, вот на новый кубик. Давайте сделаем ход. Вот, подождем пока наш один враг, которого я выбрал, просто сделает ход. И, как видите, мы попадаем в этот город, который нам пока что не принадлежит. Мы можем посмотреть на наших врагов. Притом, здесь всегда очень-очень полезно, когда мы видим... И знаете, это в Героях Might and Magic мы можем посмотреть на числа. И это так... Ага, числа. Числа врагов. Здесь написано или врагам конец. Мы выиграем без потерь. Или я очень удивлюсь, если мне удастся их победить. А то есть... Ага. Понятно. Может все обойтись очень-очень плохо. Поэтому давайте вступим в переговоры. Потому что, да. Да и... Ах. Жаль. Я не знаю. Я честно пока что не знаю, что нужно сделать, чтобы у нас был доступен вот этот вот выбор. А то есть... Они мне говорят, что у них мэр города. И он просит сколько? Триста шестьдесят золотых. Да. Триста шестьдесят золотых. Чтобы они ко мне присоединились. Я говорю им, дешевле будет вас убить. Или отступаю. Просто говорю... Да. Мы поговорим попозже. Или заплатить. Но здесь я... Давайте я заплачу в два раза меньше. Но прямо вам, а не мэру. Это мне было бы вот приятнее всего. Но пока что мне это недоступно. Может быть, когда у меня построится больше город. Может быть, у меня будет какое-то здание, которое даст мне выбор этот. Но пока... Не знаю. Напишите в комментариях. Может, вы разберетесь. И как видите, это не тупо рубилово. Это не тупо... Скажем так, мы просто набираем армию. Начинаем строиться, строиться, строиться. Нет. Здесь есть очень-очень качественные элементы РПГ. А то есть у нас, у нашего героя есть армия. Как вы видите, чем больше у него уровней, тем больше он может брать с собой. У него есть магия, если он маг. У него есть экипировка. У него разные вещи есть. Так, как видите, у меня сейчас в лугу стрелы. Но экипировки 4 кольца. Пояс, тапочки, напульсники, перчатки, висюлька на шею, шлем, одежда и плащ. Ну, тяжело. Притом, можно, конечно же, носить два сета оружия и использовать их попеременно во время боя. То есть я могу лук и стрелы взять, но если ко мне кто-то близко подобрался, у меня может быть меч и щит. Бум. Это отлично, отлично построенный РПГ-герой, который мы можем развивать, у которого будут специальные возможности. Конечно же, с каждым уровнем у нас будет все это развиваться. И развитие идет именно по стопам героев третьих. А то есть нам даются рандомные возможности, которые мы можем выбрать. Мы, конечно же, пытаемся, пытаемся протолкнуть нашего героя в какое-то одно направление. Но мы не всегда можем его провести, знаете, как вот мне дается большое дерево, и я могу его провести. Нет, мне дается всего лишь три возможности, которые, скорее всего, выбираются рандомно, я предположу. И тогда мы выбираем одно из них. Но всегда, конечно же, стоит двигать героя в одно направление. То есть, или делать его супер-мощным, или делать его как поддержку для нашей армии, это уже выбирать вам. Итак, давайте посмотрим, пока что... А, нет, вот я построил здание, которое мне позволяет купить... Так, еще одного человека, давайте бросим парочку человек... парочку людей ко мне в город, чтобы они защищали его. Так, так, хорошо. И давайте тогда вернемся в поселение. Так, давайте вернемся в поселение, так как у меня на одного человека больше, мне просто интересно, смогу ли я напасть на него. Ну, у них шесть, по идее, у меня всего лишь три. И да, я начинаю с трех, потому что у меня слабый герой, он как бы... У него такой путь, если бы он был воеводой или воином, у него было бы очень много воинов, но он бы был, скажем так, спортом. Или у меня... Вот, с таким противником я легко справлюсь. Хорошо, давайте тогда атакуем, посмотрим, как выглядит бой. Если бы я был магом, у меня была бы поменьше армия, но у меня было бы как минимум три или четыре возможных удар магических за бой. И я тогда мог бы уже, считайте, в одиночку вынести их всех. Итак, давайте посмотрим. Так как я не вижу, где мои враги находятся, давайте я поставлю своих героев вот так вот. Это у меня... Да, это у него проща, то есть он будет бросаться камнями. Так, а я лучник. Да, я смогу издалека стрелять. Давайте запустим бой. Ага, мои враги стоят там, у них два камнемета, пращника. И давайте сразу же ударим по кому-нибудь. И как видите, я, так как я нахожусь слишком далеко, ничего сделать не могу. Поэтому я могу... Давайте я перейду вот сюда. Прачник, ты можешь кого-нибудь бросить, чего-нибудь? Лес? Лес? Нет. Давайте тогда будем передвигаться потихоньку вперед. Так как у них практически такие же, такие же войска, мы посмотрим, посмотрим, чем это закончится. Я, конечно же, могу передать контроль компьютеру. А то есть я... Притом здесь очень-очень классно сделано, что я могу выбрать или быстрый бой, который сразу же пройдет, ничего не будет. Мне просто выдадут последний экран, на котором будет показано, кто умер, кто выжил. Все. Или будет автобой, который будет проходить быстро. Я, конечно же, построил в настройках, чтобы бой двигался быстро. То есть, чтобы солдаты передвигались быстро. Потому что в самом начале стандартные настройки, они очень медленно ходят по карте. Это можно было бы улучшить, но это терпимо, так как у нас есть настройка, это извините. Автобой нам показывает, что происходит на карте. И давайте, давайте я все-таки попытаюсь опозориться перед вами, как стратег. И так, давайте я потихоньку буду их отстреливать. Так. Уп. Хорошо, практически убил товарища. И, как видите, у нас здесь не большая армия. То есть мы не набираем какое-то количество одного и того же юнита. Мы просто пытаемся развить юниты. То есть, чем дольше они выживают, тем больше они могут набрать экспириенсы. Тем больше у них будет здоровья. Тем лучше они будут себя вести на поле боя. И так, давайте... О, давайте вот этого товарища убьем. Это мне нравится. Давайте на этого товарища, по крайней мере, нападем. Так. А ты? Ты... О, мы убьем его. Хорошо. Его практически тоже убили, но ничего. Так, давайте посмотрим, кто у меня остался. Мой герой остался. Притом он слишком далеко от врагов. Давайте тогда я подойду. Еще раз чпокну по врагу. Хорошо. Теперь ход врага. И, как видите, я тоже поставил в настройках. Чтобы просто, когда у меня закончатся ходы, чтобы компьютер меня не дожидался. То есть, здесь можно, конечно же, нажать кнопочку «Конец хода». Но как только у меня заканчиваются мои возможные, скажем так, ходы или возможности, тогда компьютер начинает свой ход. Это выглядит и как-то натуральнее, ощущается намного лучше. Мне очень нравится эта настройка. Так, давайте будем... Попытаемся шлепнуть пращников. А то они издалека так меня потихоньку клюют, 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 клюют. И меня скоро не станет. Так, давайте. Мы можем его убить, но не смогли убить. Очень важно помнить о том, что здесь нет такого правила, что если мы нападаем, например, втроем на одного врага, то враг может отбиться только от первого нападающего. Здесь враг каждый раз отбивается. Очень важно помнить. То есть, если вы нападаете на большого монстра, то вам и вправду нужно знать, что вы его победите. Потому что он может, например, отбившись, победить вас всех. Просто отбившись. Бывают иногда очень мощные враги. Так, давайте тогда добьем пращника. И этот город будет наш. Да, как видите, я потерял одного. У меня некоторые юниты потеряли много здоровья. Это здоровье можно восстановить в городе, если у нас есть нужное здание, которое позволит нам полечить наших юнитов и нашего героя. Итак, вот мы получили наш уровень. И как я вам говорил, у нас три есть вещи, которые мы можем развивать. Пока что я не натыкался на что-то абсолютно бесполезное. Всегда есть что-то полезное. Не знаю, может быть, в очень долгой, очень большой игре. Эта рандомность вам может помешать. Но, с другой стороны, может быть, это не рандомно. Может быть, я вам сейчас вру. То есть это... Да. Так что давайте посмотрим. У нас реакция. Реакция повышает инициативу. То есть у нас будет... Ага. Знание... Троп наделяет героя его отряд с знанием. Повышает скорость передвижения отряда по глобальной карте. Ага. А стрелковый уровень... Я думаю, что больше урона мне все-таки больше всего понадобится. Хорошо. О, запро... Приятно. Это приятно. Оно... Оно как бы у нас... Герой... Это даже не герой. Это юнит. А то есть наш юнит не поднялся в уровне, но у него орден защитника. И повышает защиту на 2. И контратаку на 1. Но мы должны будем платить нашему юниту больше золота. Я не против. Давайте его наградим. И пойдем. И вот именно из-за таких маленьких деталей... Знаете, очень часто игры любят ляпнуть. А то есть вот я ляпнул этот элемент, этот элемент, этот элемент. Человек, иди играйся. Все. Но игру связывают и игре дают настроение, характер, такие маленькие вещи, детали. Как орден для героя. Или возможность того, что мы сейчас пришли, завоевали, но мы можем здесь походить по округе. Мы можем ограбить провинцию просто. Мы можем посетить особые места в провинции. А то есть здесь есть башня чародеев и заброшенный храм. А то есть это не просто кубик, который мы захватили, чтобы получать деньги и кристаллы, которые нам нужны для магии или поддерживания магии, магических юнитов. Нет, это место, в которое мы можем сходить, в которое мы можем... Посмотри, мы можем здесь просто побродить. Мы можем побродить, и когда мы здесь все осмотрим, мы можем здесь побродить и найти еще что-то. И так далее, и так далее, и так далее. Игра наполнена вот такими маленькими-маленькими вещами, которые вправду затягивают. То есть это, кажется, мелочь. Но когда это есть, это очень важно и очень-очень приятно. Итак, давайте вернемся в город и посмотрим, что у нас там есть. Я тогда построил одно здание. Давайте посмотрим, что я еще могу построить. То есть, как видите, у нас есть... Первое. У нас есть куча разнообразных зданий. У нас есть разные кварталы. То есть, центральный квартал, квартал зрелищ, квартал магии, квартал торговый, квартал военный, храмовый, ремесленный и лесной. При том, что у каждого квартала, как видите, есть еще разные уровни. А то есть, у нас, конечно же, мы можем построить огромное здание. Но нам сначала говорят, что чтобы построить это здание, нам нужны эти два здания. Но эти два здания, нам нужно, чтобы это здание построить, эти два здания построить. И так далее, и так далее, и так далее. А то есть, нам придется пройти по этим уровням, чтобы полностью-полностью отстроить свой город. И знаете, конечно же, это, ну, ах, опять по уровням долго ходить. Но это наоборот, это наоборот классно. Это наоборот обалденно. Потому что наш город приобретает... И да, то есть, тут нету такой вещи, как выбор. Потому что очень часто нам понадобится все. Может быть, например, герою, у которого не управляет магией, ему не понадобится магия. Или, например, герою, который управляет магией, ему не понадобится, например, кожаная одежда или меч. Да, ему лучше волшебная палочка. Такое, да, то есть, тут есть легкое направление. Но, в общем, все здания очень хорошие, очень полезные. И нам придется их развить. Но это, скажем так, не придется. Это больше, можно сказать, можно будет. Потому что город изменяется, когда мы строим, он заселяется, он становится больше, красивее. Это все, 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 все. Ощущается, что да, оно есть. Оно мое, я выбираю, что здесь происходит. Итак, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так, это мой гарнизон. Это постройка. Давайте посмотрим, что я могу построить. Давайте я... Так, первый уровень зданий пока что. Давайте пока что будем развивать ремесленников. То есть, это базовое, очень важное здание. У нас здесь хорошие вещи. У нас здесь есть защита. У нас здесь есть оружие. Это нам... Это нам пригодится. Давайте построим. Как видите, у нас появилось это здание. И у нас оно потом будет развиваться. Все больше и больше зданий будет появляться в городе. Так, давайте тогда выйдем отсюда. Очень интересно, что вот здесь, здесь практически все кнопки отведены статистике. То есть, мы можем посмотреть, где у нас, что у нас, что происходит, что мы получаем, что мы выигрываем, проигрываем. Это все статистика. То есть, все, что у нас происходит, это на экране героя. Или вот здесь вот. То есть, мы давайте не пойдем в город. Или хотя... Давайте посмотрим, какие у меня юниты. А, нет, у меня убили одного товарища. По-моему, все-таки стоит. Да, давайте сходим туда. Я тогда, когда наберу полную армию, еще раз тогда отправлюсь на рандомное приключение. То есть, у меня всегда есть вот на этих маленьких кусочках карты вот такие вот рандомные приключения, которые я вам показывал. Так, давайте тогда пойдем купим себе армию. Ну, мы можем, конечно же, себе перенести отсюда. Но я лучше... Так, я лучше наполню. И так как я не строил себе других зданий, у меня пока что только эти товарищи. Но эти товарищи достаточно сильные. Единственное, что мне не нравится, это то, что вот этот человек, у которого много экспириенса, у него мало здоровья. Давайте я его перенесу в гарнизон. Пускай он здесь отсиживается. Пока я не построю здание, которое мне позволит его полечить. Потому что я просто не хочу терять его экспириенс, который он набрал в бою. Экспириенс это лиловая полосочка, которая, скорее всего, на экране не очень хорошо видно. Но это очень важно. Итак, давайте тогда пойдем опять. Сюда мы, конечно же, можем посмотреть на разные вещи, которые у нас в городе. Потому что даже в городе у нас есть особые места. Притом, чем больше вещей мы строим, тем больше там находится. То есть мы строим разные здания. Мы можем на них напасть. Очень интересно иногда бывает то, что мы можем, например, на того торговца, который поселился у нас в городе, просто напасть. Это интересно. Но он очень мощный. Так что это обычно... Обычно это плохо. Но у нас здесь есть, например, древний склеп и разрушенная башня. Минотавры меня, как скажу вам честно, пугают. Пугают. И нежить тоже пугает. Они обычно очень такие крепкие твари. Так что давайте отправимся вот сюда. У меня такое впечатление, что в городе обычно находятся сложные вещи, с которыми лучше попозже справиться. Так что давайте здесь посмотрим, что у нас. Пам. Посетить особые места. Чародей. Культ Титана? Интересно. Мне просто интересно. Я, скорее всего, проиграю. Жестоко проиграю. Но это мне интересно. Итак, мы выбрали, куда пойдем. Давайте нажмем выбор следующего. Противник порвет меня в клочья. Хорошо, что ты меня предупредил. Число врагов 14. Орк, шаман, колдун, каменный голем, великан. А-а-а! 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 Я надеюсь, вы поняли, что мне было страшно. Давайте тогда передвинемся на следующий кубик. Попытаемся его... Так, напасть на них. Это самоубийство. Вступить в переговоры. Герой... Герой с именем, которое подсвечено желтыми буквами, вышел вперед, размахивая над головой белым флагом, вылетающая откуда-то из бандитской засады среда, попало ему флечо. На этом переговоры закончились. Все понятно. Давайте отступим, сказал герой таким тоненьким и очень геройским голосом. Так, идти в провинцию русалочекамни. Давайте туда пойдем посмотрим, что там такое. Конечно же, мне можно будет потом нападать на этих людей, но когда я смогу развиться, когда я смогу набрать большую армию, когда у меня в армии будут мощные юниты, когда у меня город будет более или менее развит, все это, как видите, нужно над этим работать. И вот это вот то, что мы вкладываем работу в наши приключения, то, что мы делаем выборы, очень-очень-очень важно. Это классно, это мне нравится. Но, да. Почему игра не вышла, например, в раздел Early Access, а то есть ранний доступ? Они могли бы, например, месяц или два просто там засветить игру. Я просто уверен, что люди взяли бы ее. Притом взяло бы точно такое же количество, но было бы меньше недовольных людей. Можно было бы сказать, что это ранний доступ. Извините, товарищи, у нас еще есть месяц или два, чтобы это профиксить, подождите, не кричите. Игра же вышла сразу же, сразу же в релиз. И это... Ах, как жалко, как жалко, что именно наши игры страдают от такого. Может быть, наших разработчиков заставляет. Я не знаю, какая там история. Я не знаю, почему это случается. Но это жалко. Это жалко, потому что у большинства людей, которые хотят играть в такие игры, обычно не мощный компьютер. Это не люди, которые играют в first-person шутеры. Это не люди, которые играют в такие triple-A игры. Это люди, которые играют в маленькие. Это люди, которые играли в Eador на старой версии. Вот те люди, которые купили. И у меня такое впечатление, что у них будут проблемы вот именно с графикой. Это жалко. Так, давайте посмотрим, что такое герой с именем подсвеченным желтым цветом. Вступил на территорию провинции Русалочной Камни. И варвары, считающие эти земли своей исходной территорией, выслали ему навстречу атлет, воин, атлят, воинов. Число врагов три. В отряде противника замечены следующие войска. Варвара-шаман. Какого ж у вас приказ? Давайте поговорим с ними. Привет, варвары. Герой обратился в вошв плене. Ты вошел в земли клана. Ты добыча клана. Все понятно. Ты... Можно сказать, ты труп, дикарь. Но я бы сказал, ты туп, дикарь. Дикарь, что ты делаешь? Не надо. Пожалей сам себя. Так, давайте тогда выведем нашего героя поближе сюда, чтобы он мог вести обстрел, а также наши войска на... Так. Хорошо. Все. Вперед. Очень важно заметить и очень важно не забыть то, что, как видите, у нас здесь на карте есть высотки, у нас есть болото, у нас есть горы непроходимые, у нас есть леса. Все это имеет свой эффект. Очень-очень важно об этом помнить. Игра нас в туториале об этом предупреждает, но она не обсуждает все-все-все эффекты, потому что эффектов разных-разных шестиугольников, очень, или хексагонов, очень много, и они не все обсуждаются. Это, к сожалению, очень-очень жалко. Мне... И давайте я вернусь к тому, что мне нравится. Мне нравится то, что у нас нету очереди, по которой ходят враги. У нас есть наша очередь и вражеская очередь. И, по нашей очереди, мы можем выбирать, кем мы хотим походить первыми, посмотреть. Так, так, 5-7. В нашего главного врага я не могу стрелять пока что. Давайте в его юнитов постреляем. Так, ну это не главный враг, он просто выглядит опасно. Он выглядит как друид, и это опасно. Так, давайте тогда будем потихоньку передвигаться. Враг до нас пока что не сможет дотянуться, так что лучше всего подготовиться к тому, чтобы нападать. То есть он подойдет к нам, и мы на него хап-хап-хап, и его порежем. Так, конец хода. Давай, друид. А-а-а! Друид бросил в меня фиолетовым шариком. Противно, друид. Так, давайте тогда. В кого я тогда стрелял? Вот в него, по-моему, я стрелял. Как раз очень странно, что иногда информация о героях исчезает. Может быть, я что-то не понимаю, но это как-то странно. Так, давайте я попаду в него, чтобы его мои нормальные юниты смогли просто быстрее убить. Так, эммм... То есть тут получается всего лишь один кубик, который... Хорошо. На котором могут встать мои войска, чтобы напасть. Окей, окей. Так, тут 2-4 урона. Так, ты доберешься? Нет, он всего лишь один ход сделает. А этот сразу же пойдет к товарищу ворлоку. Или к шаману, да. Так. А-а-а! А-а-а! Меня зарубили. Нет, фиолетовый шарик, будь ты проклят. Так. Хорошо. Стреляем в нашего товарища. Этого ближнего. Е-ей! Это настоящий герой, который всегда идет в обход. Так, нападаем на это. Он мог убить его, но... Не смог. И единички не хватило. Но ничего, это не страшно. Страшно то, что у варвара двойной удар. Но мы смогли от него отбиться. Но... Умерли от фиолетового шарика. И давайте тогда убьем, наконец-то, ворлока, которого стоило намного раньше убить. Но я почему-то бил по варварам. И... Да. Наш отряд опять был немножко-немножко поцарапан. Но все-таки, все-таки мы продвинулись. Это теперь наше. Оно теперь платит налоги. Как видите, они недовольны. У нас здесь есть смайлики, которые показывают довольство или недовольство провинции. Это можно изменять. А то есть, наша провинция, в нашей провинции можно что-то построить. В нашей провинции можно что-то улучшить. Все, чтобы они работали на нас охотнее. Чтобы они нам помогали И, опять же, в нашей провинции есть орки, великаны, нежить. Новое-новое приключение. И да, да-да, конечно же, после, скажем так, первых двух-трех часов игры это будет казаться как грайнд. Но очень важная вещь. За каждым из этих разделов, за каждым из этих боев кроется лут, кроется экспириенс, кроются деньги. И, хотя это кажется грайндом, но здесь есть такая легкая механика игры на удачу. То есть, это вот как вот вайзека, когда мы входим в комнату и не знаем, что там будет. Или, когда мы, например, играем в этот однорукого бандита, дергаем за ручку и думаем, господи, господи, выпади что-нибудь хорошее. Здесь тоже самое, по идее. То есть, мы нажимаем, смотрим, с кем мы встретимся здесь. А то сейчас мне скажут, да, я бы не советовал таковать сейчас. Силы явно не равны. Да. Силы явно не равны. Но, если бы я напал, я бы не знал, что бы я получил. Может быть, что-то обалденное. Может быть, ничего такого особенного, кроме экспириенса и золота. Может быть, ничего. Но, этот элемент того, что, а, я хочу посмотреть, хочу посмотреть, что кроется за тем или другим врагом, очень-очень важно, мне очень нравится. И, знаете, я на этом закончу. Потому что в игру стоит играть вам самим. Потому что в нее лучше всего посмотреть, что здесь происходит, как это все делается. В нее можно сидеть очень долго играть. Единственное, что, к сожалению, проблемы аккуратно, осторожно смотрите перед тем, как покупать. И да, я вам говорю, что эту игру стоит купить. Хотя, к сожалению, да, это еще одно, что я не упомянул. Я просто в мультиплеер не играл. Но разработчик сразу же на форуме Стима сказал, что мультиплеер не работает. Приходите к нам через неделю. Ну, неужели? Вот, я всегда, когда говорю о наших играх и о качественном выпуске, говорю о метро. Метро это, первое, это шикарная игра, но второе, это качественная игра. Очень важно. Качественная игра, в которую еще потом добавили новые модусы, тра-ля-ля-ля-ля-ля, и теперь метро ожидает весь мир. То же самое могло бы быть с Эодором. Если бы она вышла для всех, или вышла, например, на своем сайте с бетой, или вышла в раннем доступе, все это было бы намного-намного лучше, потому что это лет 5-6 назад, да, да, так выходили игры. Но сейчас люди уже привыкли к тому, что игра может быть не готова, она может быть забагована, она может быть недоделана. И если разработчик честен с своими пользователями, со своими покупателями, тогда совсем другое отношение. Тогда люди готовы заплатить денежку, тогда люди готовы поддержать, люди готовы поддержать советом, просто баг-репортами, может быть, поддержать вообще каким-то модом, или каким-то, какой-то подсказкой, как то или иное профиксить. Мы видим, что игровой мир, он не статичен. Игроки участвуют в разработке. И хотя не всегда стоит давать игрокам участвовать в разработке, это иногда заканчивается очень плохо, но вот именно со стороны багов люди готовы. Люди готовы участвовать в этом процессе. И почему не воспользовались разработчики, я не знаю. Это очень-очень грустно, и получается, что из шикарной игры, которая мне очень нравится, в которую можно вставить 200 часов, и все еще играть, играть, играть. Да, получился небольшой беспорядок. Так что, пожалуйста, перед тем, как покупать, проинформируйтесь. И я так говорю, вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok